Проходите сюда. Нормально меня слышно? Рад вас приветствовать на 10 дампе. Мне сказали, двигаться нельзя. Я буду стараться сдерживать свою энергию в рамках этой тумбочки. Сегодня мы поговорим про то, как женить IT и бизнес. Ну как, женить не в прямом смысле, со всякими церемониями, сочетаниями, а женить в плане работы. Меня зовут Дмитрий Павлов, я директор по продукту. Вы, наверное, знаете компанию Dodo Pizza. Кто знает? Хорошо, первые два слайда тогда пропустим. Значит, смотрите, сейчас уже мы не Dodo Pizza, мы компания Dodo Brands, потому что в прошлом году у нас появилась одна кофейня, и у нас появилась одна донорная, Донор 42. Кто за нами внимательно следит, то знает, мы теперь трансформировались в сеть цифровых франшиз. Мы совмещаем IT и QSR бизнес, и на объединении у нас получается за счет IT-инноваций, которые мы потом тиражируем по франшизе. Вот такая вот нехитрая модель. Dodo Brands сейчас работает в 13 странах. Было 14, но так получилось, пока я летел на дамп, мы закрыли Китай. Поэтому стран снова 13. Но не пугайтесь, мы сегодня будем говорить про команду международного развития, и в июле будет еще две страны, так что скоро мы этот счетчик увеличим. Вот за прошлый год наша выручка составила больше 25 миллиардов рублей, и я здесь специально написал 700 плюс точек, потому что пиццерии и кофейни открываются много, кофейни уже вторая открылась в Самаре, пиццерии уже очень-очень много, и писать какое-то конкретное число неправильно, потому что каждый раз приходится обновлять презентацию. Организаторы очень сильно расстраиваются, когда им присылаешь презентацию за 2 минуты до старта выступления. Немножко о себе расскажу. У меня вообще IT-бэкграунд, я больше 10 лет зарабатывал деньги тем, что писал код, вот программировал. Потом я какое-то время жил в Америке, потом вернулся, вместе с друзьями открыл IT-компанию. Собственно, так мы познакомились с Dodo Пиццей тогда еще, работали полтора года как внешние аутстафферы, аутсорсеры. И в 2017 году я пришел в Dodo, вот это немножечко обо мне. Сейчас я кайфую от того, что создаю продукты, и кому будет интересно поподробнее узнать, еще будет у меня сегодня доклад в секции product. Что такое Dodo is, вообще про что мы сегодня будем рассказывать. Вы можете подумать, какое тут отношение пиццерии, или там сеть кофеин, сеть донорных имеет отношение вообще к IT, как нас вообще пустили на дамп, кто мог допустить. На самом деле сеть пиццерий – это прикрытие. Мы разрабатываем информационную систему. Просто пиццерии нужны нам для того, чтобы где-то, куда-то разворачивать систему, правильно? Поскольку система большая, держит нагрузки, вот здесь больше 250 заказов в минуту, то пиццерий надо много. Ну иначе зачем разрабатывать систему, которая держит нагрузку для трех пиццерий. Это все хранится у нас в облаке, куча-куча сервисов, соединенных шин и данных. И вообще Dodo is сейчас превращается в такую платформу из совокупности сервисов и шин и данных. И вот эта вот Dodo is, которую мы разрабатываем, она выглядит как платформа. Я не буду подробно останавливаться, просто вот на эту картинку посмотрите, из каких компонентов состоит. То есть у нас есть и интерфейсы операционные для управления сменой, у нас есть и интерфейсы для управления сетью, есть и B2C-шные клиентские интерфейсы. Это приложение, это сайт, скажем так, наши цифровые каналы продаж. Когда вы… Кстати, в Екатеринбурге кто был в Dodo Pizza? Давайте разомнемся с утра. Вот, уже меньше. А кто не был, но хочет пойти? Пока трое. Ладно, чуть пятеро. Я вас запомнил, потом сходим. Ну и, соответственно, Dodo is на разных уровнях помогает, в общем, эффективно управлять сетью пиццерий, а теперь уже не только пиццерий, а сетью концепций брендов. То есть какие-то вещи мы делаем глобальными на несколько концепций брендов, и сегодня мы про это поговорим. И какие-то вещи мы делаем чисто под конкретные рынки. Вот, большая-большая система. В IT сейчас 150 человек, которые эту систему разрабатывают. Но мы сегодня поговорим про команду международного мастер-франчайзинга и суть меня доклада в двух словах показать, как мы в команде международного мастер-франчайзинга совмещали IT и бизнес, строили IT и бизнес. Кто хотел прослушать про верстку на реакте, вам в соседнюю секцию. Значит, смотрите, команда занимается тем, что развивает бренды за рубежом. Вы скажете, окей, это все клево. Что конкретно она делает? Мы запускаем страны, мы помогаем текущим партнерам открывать новые точки и делаем из Dota глобальную кампанию. Смотрите, в России и, скажем так, на рынке Евразии Dota пиццу уже все знают. Правильно? Сеть пиццерий номер один по количеству точек, федеральный маркетинг. А в странах у нас ситуация немножко по-другому выглядит. Кто внимательно умеет считать, сколько здесь пиццерий на карте? Сложно с утра, я понимаю. Более 700 точно. Как ты посчитал более 700? Ну, это всего. А пиццерий вне России, на международной арене? 34. 34, кто сказал? Все, отлично. 34 я тоже вчера вечером считал. Вы понимаете, в Евразии мы большой уже бизнес, на международной арене мы пока еще стартап. Нас мало кто знает. У нас есть пиццерии в Румынии, есть пиццерии в Эстонии, в Литве, но это не крупный федеральный бренд. Это скорее пока больше похоже на локальный бренд. И задача команды как раз мастер франчайзинга, запускать страны, чтобы вот таких рыжих пинов стало больше на карте. Вот в июле мы открываемся в Польше, потом в Таиланде и так далее. И помогать партнерам, которые уже запустились, быть эффективными. И наши цели очень такие прозаичные. Мы хотим вырасти сначала в два раза, потом еще в два раза, потом еще в полтора раза. Очень простые, неамбициозные, скромные цели. И довести выручку больше 100 миллионов долларов к концу 2023 года. Это наша стратегия, поскольку у нас компания открыта, я могу с вами этим открыто поделиться. То есть задача бизнеса понятна. Расти, 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 кратно увеличивать бизнес. Но есть еще важный момент. Чтобы бизнес мог так кратно вырасти, нам нужно развивать нашу информационную систему. Как я уже говорил, ДОДИС это ядро нашего бизнеса. А значит получается что? Нужно кратно расти, нужно развивать ядро нашего бизнеса. Значит вот эти вот ребятки, разработчики и бизнес, которых мы часто любим разделять и отсаживать в отдельные кабинеты, они должны работать тесно, настолько максимально тесно, как это возможно. Иначе нам не добиться успеха. Понимаете, да? И как бы можно сказать, все, пацаны, расходимся. Вот я вам сейчас и расскажу, как мы успеха добивались, за счет каких шагов. Может быть что-то полезное вы себе утащите. А может скажете, что у вас и так все классно, тогда просто посмеемся. С какими проблемами мы столкнулись? Мы рассмотрим временной период с января 2020 года до текущего момента. Такой вот ретроспективный взгляд год назад. И проблемы вот такие. Смотрите, у нас есть Антон. Антон занимается продажами международной мастер-франшизы. Антон встречается с партнерами, говорит, какая классная Dodeis, какая у нас бизнес-модель, какая там будет Ебеда. В общем, выждает партнеров купить нашу международную мастер-франшизу. Два года назад мы открывались в Нигерии. И я здесь написал Антон. Антон, если ты смотришь, прости меня. Но кто-то пообещал партнеру в Нигерии оффлайн-версию Dodeis. Чтобы вы понимали, оффлайн-версия Dodeis сравнима по разработке с онлайн-версией Dodeis. Ну, то есть примерно 5-10 лет. А страны мы запускаем не 5-10 лет, гораздо быстрее. Катя, Аня. Катя маркетолог, Аня продуктовый маркетолог. Я сейчас немножко вас начну знакомить с нашей командой, чтобы вы понимали, что это реальные люди, а не просто персонажи, которых я выдумал. Они вообще делают классные вещи. Маркетинг на самом деле драйвит продажи. Локальный маркетинг помогает партнеру настраивать компании и так далее. Но они вообще не понимают, чем занимаются разработчики. Они там что-то делают. Наверное, люди умные, делают вещи неплохие. Но что конкретно, могут ли они к ним обращаться по своим вопросам, они не понимают. Леха, наш бизнес-девелопер, который тоже общается с партнерами, запускает страны, говорит, да, мы запустимся в июле вообще. Просто потом приходит к IT, говорит, ребята, мы в июле запустимся, да? Ну, я уже партнерам пообещал. Уже нет, нельзя уже задний ход давать. Разработчики пилят, у них есть бэклог, у них есть задачки, там все нормально, чинно-благородно, на стендапы приходят, ретро проводят, пи-бары пи-барят. А вообще им непонятно, партнеры прибыльные, не прибыльные. А партнер в Румынии, он успешнее, чем партнер в Эстонии. А как там дела в Германии? А Нигерия вообще зачем мы запускаем вообще? Пиццерию в Африке, как тут, что тут? Ну, вы понимаете, да, ситуация? Я, конечно, весело рассказываю, но год назад было не очень весело. И помните про наши большие цели, нужен прорыв. Вот как из такой ситуации делать прорыв? Непонятно. Но не надо унывать. И чтобы проиллюстрировать вам вообще просто масштаб проблемы, я вам приведу пример с ТВ-бардами, чтобы почувствовали всю боль, может быть, даже посочувствовали нам год назад. Вот смотрите, у нас есть в ресторане такие ТВ-барды. Это телевизоры, типа таких только поменьше. Там показываются всякие макеты. Вот вы приходите в ресторан, вам говорят, купи сырники, кофе, дотстер. Были же в наших ресторанах, нет? И маркетинг решил унифицировать в Европе эти ТВ-барды. Как бы мы, как разработчики, решали проблему? Мы бы написали скрипт, который там буквально за 5 минут вытащил все эти ТВ-барды, составил какую-то табличку, мы бы увидели, в какой стороне какие ТВ-барды используются, и понимали, где есть расхождение, где что надо подменить. Потом бы нам дизайнеры нарисовали новый макет ТВ-барда, мы бы другим скриптом за 5 минут его обновили. Итого бы потратили 15 минут. 5 минут на кофе, 5 минут на первый скрипт, 5 минут на второй скрипт. Маркетинг сколько потратил, как вы думаете, на эту задачу? Я написал пару недель. Я когда узнал, я реально загрустил. Я говорю, ребята, что ж вы не пришли-то? Ну как так-то? Может, у вас времени очень много? Они говорят, нет, у нас вообще сроки подгорают, локальный маркетинг в Румынии надо запускать. Понимаете, да, масштаб проблемы? Ну вы скажете, а делать-то что? Ну как бы все, тлен, щита, безысходность, грустный смайл. Что делать-то? А делать следующее? Мы начали потихонечку-потихонечку этот маховик раскручивать, я вам про 6 шагов сейчас расскажу. Ну, первым делом нужно было какой-то мостик настроить между бизнесом IT, чтобы бизнес понял, что IT вообще люди не бесполезны, они могут какую-то пользу принести. И мы взяли этот же пример с TV-бордами, но немножко развернули его в другую сторону. Для TV-бордов мы грузим макеты, есть админка в DDS, короче, чтобы вас не грузить, там есть какой-то интерфейс, куда ты грузишь картинки, они потом тебе как-то показываются, ты их потом как-то можешь выбрать, сказать, на этот TV-борд эта картинка, на этот TV-борд другая картинка. Как грузились макеты раньше? Чисто по-разработчески. Новому макету присваивался уникальный GUID, и он где-то в сортировке был непонятно где, сверху, снизу, слева, справа, ну, короче, как-то. Сортировалось по алфавиту, а файлу присваивался GUID. И был такой эксперимент, называется, локальный маркетолог среди 100 загруженных макетов, найди-ка быстро последний загруженный макет. Вот, удобно же, правда? И Андрей, один из .NET-разработчиков наших, потратил буквально, он когда узнал про это, у него же руки зачесались, он такой, все, я хочу побыстрее задачу спринт доделать, я хочу это взять, там Катя страдает. Сделал, прям буквально, там, не знаю, полтора часа, с учетом всех-всех изменений, диплоев, раскатки. И сходил Катя, посмотрел, как она делает, сделал, говорит, Катя, вот теперь пользуйся. Катя такая, блин, нифига себе, что, так можно было? А чего вы раньше молчали? И вот эта вот быстрая победа, она вот зародила сомнение такого бизнеса, что, блин, эти ребята, оказывается, не зря свой хлеб едят, они что-то могут сделать, они что-то могут упростить как-то нашу жизнь. Вот, но понятно, что это маленькая победа, если это еще не победа в войне, да, это вот локальный какой-то успех, его можно, в принципе, списать. Ну, бизнес мог сказать, ну, так, просто повезло, ветер попутный дулом в паруса. Просто так получилось. Дальше мы пошли еще круче и начали отправлять всех в совместные командировки. Это дело, сразу скажу, достаточно дорогое, потому что отправить всю команду в Германию, там, порядка 10 человек, это, ну, существенные бюджеты для, значит, стартапов внутри большой компании. Но раньше ездили не разработчики. Максимум мог поехать продуктовнер я, максимум мог поехать кто-то из бизнеса, из маркетинга, и делегации раньше были маленькие. Сейчас мы поняли, что надо отправлять не просто разработчиков, а разработчиков до открытия. Вот мы поехали в Германию в марте 2020 года, пиццерия запустилась в ноябре 2020 года, то есть сильно заранее. Ну, целились мы запуститься в июле, там из-за ковида, из-за разных вот вещей, открытие поехало, это нормально. И важный момент, что разработчики понимают всю механику запуска, они видят партнера. Для них это не абстрактный какой-то партнер из Германии, они знают, что его зовут Владимир, у него какие-то проблемы. Вот он в этом помещении будет открываться. И здесь вся наша команда. К сожалению, из-за ковида нельзя сказать, что тут огромный успех. У нас-то было таких командировки полторы. Командировка в Германию состоялась. Следующая командировка в Великобритании мы уже сделали визы, но из-за того, что ввели локдаун, мы не смогли поехать. Но что я хочу сказать, что есть договоренность уже у нас с бизнесом, что на командировки по открытию летает не просто бизнесовая команда, а кто-то из IT обязательно, кто-то из разработки. Ну, двигаемся дальше. Окей, в командировки ездим, партнеров понимаем, как запускать страны понимаем. Еще у нас пришли мы к такой теме, как общий спринт-ревью. Причем здесь важно сказать, что изменения внедрял я, и у меня был коллега. Его зовут Ренат. Мы с ним еще встретимся через три слайда. Ренат – это лидер операционной бизнесовой команды. И мы, в общем, с ним стали вот таким центром изменений. Стали, говорим, давай как-то тянуться друг к другу. Знаете, как это? А теперь пользователи продукта, теперь целуйтесь. И мы потихонечку стали процессы настраивать. Спринт-ревью, что это такое? Это мероприятие, которое проходит раз в две недели. И там, собственно, мы показываем, а что же мы сделали за две недели, за спринт. Раньше спринт-ревью было чисто айтишное. Айтишники показывали айтишникам, что же они сделали, как все было круто. Знакомая картина, наверное. Ну, может быть, нет. И бизнес отдельно. У них были не спринт-ревью, у них были отдельные синки, синки, мини-синки. Маркетинг-синк, продуктовый маркетинг-синк, бизнес-девелопинг-синк. Ну, и вот смотришь календарь, все синками забито. Люди работают. И у нас была радикальная идея такая с Ренатом. А давайте мы… Приходит ко мне Ренат, говорит, слушай, а что мы как эти упыри собираемся в разных этих комнатках в разное время? Может, мы объединим усилия и один раз будем собираться? Не три раза по полчаса, а один раз на 40 минут соберемся и за все пройдем. И я такой, Ренат, дай я тебя обниму. Отличная идея. Давай так и сделаем. И сначала понятно, что были какие-то возражения. А зачем мне это надо? Говорил Антон, который продажами занимается. Зачем вообще это не моя работа? Говорил Антон, который занимается стандартами. Но потихонечку ребята поняли, что ценность-то есть. Все-таки они понимают, чем IT-команда занимается, могут задать вопросы. Например, почему вы делаете фичу X так долго? Или когда вы мне сделаете что-то похожее, типа сортировкой баннеров? Или что-то еще? И потихонечку эта механика завелась. Где-то с марта-апреля мы запустили и до сих пор это практикуем. Понятно, что мы уже 25 тысяч раз форматы поменяли, но суть осталась. Это вообще центральное мероприятие. Смотрите, со спринт-ревью мы начинаем вот этот процесс изменений. То есть это как зеркало. Мы в конец нашей итерации притащили зеркало и сказали, вот мы суммарно как команда сделали вот. И вот такие моменты мы подсвечиваем, где взаимодействие было неэффективное. Дальше мы этот маховик раскручиваем и приходим к следующим изменениям. Но для начала смотрите, как выглядел спринт-ревью, что вы понимали, что не все было гладко. Разработчики говорили на разработческом, а бизнес сидел и такой, блин, ну мы, конечно, хотим погружаться и войти, но не настолько глубоко. Можете, как потом в ролике, можете взять простые русские буквы и объяснить нам, что такое плагины архитектуры КАС, что такое диплой монолита, что такое распил, SDK и все такое. После того, как мы эту обратную связь получили, мы поменялись в прит-ревью, опять же, я говорю, несколько раз. И явно показываем бизнес-вэлю. И собираем обратную связь. И вот буквально вчера у нас был такой внеплановый спринт-ревью, сдвинулся он из-за праздников. И прям были сердечки в Slack, и бизнес писал, блин, ну наконец-то, теперь уже нам не нужно найти ликбез, мы понимаем, что там вообще все происходит. И я вам пример из Slack нашего привел, что теперь вот все понятно. И мы говорим, ребят, ну не молчите, если вам непонятно, говорите, спрашивайте. Ну и то же самое в обратную сторону работает. Если кому-то непонятно, что такое BTL в маркетинге, или там баннер, или что-то такое, то маркетинг может за это пояснить. Вот. Так что спринт-ревью запустили. Он подсвечивает недостатки в процессе. Поднимаемся чуть на уровень выше. Совместное целеполагание. Ну, про ОКР я вам рассказывать не буду. Уже это в другой секции, наверное, буду говорить. В общем, мы его просто используем как методологию целеполагания. И мы решили, хорошо, если у нас есть тактические вот эти встречи раз в две недели, давайте сделаем это более стратегически. Давайте квартальные планирования тоже проводить вместе. Команда из 17 человек. Вот собираемся в комнате, ну, поменьше, чем это. Там и IT, и бизнес-девелопмент, маркетинг, стандарты, операции. Все-все-все. И мы как команда говорим, что у нас есть цели по запуску, у нас есть цели по улучшению работы текущих партнеров, у нас есть какие-то стратегические цели по развитию. Что мы вместе как команда будем делать? И IT отдельно, как вам IT в этом может помочь? Чтобы вот этих вот двух, значит, недель вместо полутора часов не было. Сначала шло очень туго, честно вам скажу. Все такие, блин, что вообще происходит? Зачем мы пришли на эту встречу? Хотя там была фасилитация, все такое, планы. И, в общем, итогом Q3 был прям такой вот вымоченный OCR, пустой слот под что-то улучшить, когда уже ко второму часу планирования все устали. Все такие, ладно, давайте уже что-нибудь сделаем там, пойдем работать, по ходу дела разберемся. Но дальше легче. В Q4 прошло все классно. Значит, уже люди поняли, к чему мы ведем, как это будет работать. Потому что к этим целям мы возвращались на спринт-ривью. Дальше поднимаемся еще выше. Есть квартальные цели, но мы мыслим не кварталами, мы мыслим чуть дальше. Потому что процесс запуска страны, он занимает какое-то время. Суммарно, end-to-end, если летаем считать. И сейчас у Q4 приходят, мы пришли к такому, что цели IT совпадают с целями бизнеса. У IT нет отдельных Q4, раньше были. И вот у нас, можете посмотреть, выходить на новые рынки, эффективно спускать пиццерии, повысить эффективность бизнес-юнита. И мы смотрим с IT-командой, где мы можем помочь, цель, может быть, где-то есть конфликты какие-то, там нас будут разрывать и так далее. Опять же, все цели понятны, прозрачны, доступны всем. В любой момент времени каждый может открыть, посмотреть, чем мы занимаемся. Там еще каждый месяц обновляются какие-то показатели в процентах. Хорошо, у Q4 поднимаемся еще на уровень выше, на уровень стратегии. Весь январь этого года уже, переносимся в 2021, мы посвятили стратегической сессии, планировали наши цели, задачи на три года. Смотрели, как выглядит портрет целевого партнера, на какие рынки мы хотим выходить. Что важно, в этой сессии участвовала вся команда. Не было такого, что бизнес что-то отдельно порешал. Он приходит к разработке. Помните кейс с Лехой? Пацаны, я июль пообещал. Давайте, в июле запускаемся. Вся команда вместе ставит цели, их принимает. Что это получается? Мы получаем эту сопричастность. То есть каждый разработчик знает, куда мы двигаемся и понимает, как конкретно его задача, которую он сейчас делает, пилит, программирует, она в общую цель контрибьютит. И видно, где и как мы можем помочь. И мы занимаемся уже не локальной оптимизацией в рамках взаимодействия IT-маркетинга, IT-бизнес-девелопмента. Мы занимаемся целиком, полностью оптимизацией в рамках всего бизнес-юнита. И эти цели, они опять же доступны. Так что теперь разработчики у нас знают, чем мы занимаемся, а бизнес знает, чем занимается разработка. К чему мы в итоге пришли? Так, немножко уже завершая. Ну, во-первых, все понимают, куда мы идем. Все, я имею в виду, команда нашей из 17 человек. Портрет партнера целевые страны, куда мы не идем и почему, куда мы идем и почему. Какие компетенции должны быть у целевого нашего мастер-франчайзи, какая команда у него должна быть. Бэклоги и планы открыты. В любой момент прийти может Катя и сказать, мне нужен мультиязычный сайт, потому что, не знаю, в Польше нужно и польский, и английский. И можно посмотреть, когда примерно мы сможем взять его в работу, чем мы конкретно занимаемся. Приоритизировать мы тоже такие вещи можем вместе. Общие дашборды. Ренат, тот самый наш Ренат, к которому вернулись спустя 3 слайда назад, собрал общие дашборды по выручке. Раньше, я помню, я вам говорил, разработчики не знали, а что вообще там пиццерия в Германии, она вообще прибыльная, не прибыльная, а в Румынии как дела, а в Эстонии там вообще пиццерии говорят, что вот они прибыльные, но что там с ними происходит на самом деле. И разработчики сейчас реально могут открыть дашборд, знают, значит, там явно показана точка безубыточности, где Германия, сколько нам пока не хватает, какие показатели в Эстонии, сравнивать страны друг с другом. Что самое интересное, мы потом эти дашборды даже партнером открыли. Ну вот, мы открытая компания, нам скрывать нечего. И по тем же планам партнеры работают. Сейчас мы эти дашборды обогащаем, добавляем туда маркетинговые данные, данные по продуктам. Например, хочется посмотреть, какая пицца самая популярная в Румынии в меню, какой процент продаж от меню она занимает. Вот, и пример я вам привел. Здесь также, значит, скриншот, какие у нас пиццерии в работе, сколько сейчас, какие в открытии. Короче, вся вот эта информация, как на ладони, как было в сказе про Федота Стрельца, вся сторона, как на ладони. Это на ковре там, вся сторона, в общем, видна. Вот. И в завершении хотел бы вам показать такую фотку. Но как вы думаете, зачем я вам хочу эту фотографию показать? Просто, конечно, риторически вы молчите. Но не потому, чтобы вы порадовались про нас. У нас, конечно, было недавно десятилетие компании, мы это все бурно отметили. Но раньше этой фотки бы не было год назад. Раньше было бы три или четыре отдельных фотки. Маркетинг бы фоткался отдельно, IT бы фоткался отдельно, бизнес девелопмент, ну, возможно, примкнул бы маркетингу на каких-то фотках, но не полностью. А сейчас та самая Катя из маркетинга позвала нас всех, собрала, говорит, ребята, давайте сделаем общее командное фото. И это был такой вот косвенный признак того, что мы двигались в правильном направлении, и бизнес и IT теперь работают максимально тесно. Понятно, что есть еще, как бы не все идеально в нашем мире, есть еще что улучшать. Сейчас у нас в команду пришел новый бизнес-лидер, и команда пересобирается, мы усиливаем, нанимаем новых людей, но тем не менее, вот этот вот фундамент, который мы заложили, он есть, и он работает. И что еще хочу сказать. Вот это вот из инстаграма нашего разработчика андроида, Макса, его никто не заставлял писать, вы не думаете, что я к нему пришел, сказал, что Макс, я лечу на конференцию в Екатеринбург, напиши, пожалуйста, что-нибудь хорошее про нашу команду, вот он сам. И почитайте, да, что впереди много новых городов и стран, но Макс очень кайфует, и мы все кайфуем работать в команде профессионалов. А поскольку на работе мы проводим просто дофига времени, наверное, половину жизни, то кайф – это важно. Ну, собственно, теперь вопрос к вам. Задумайтесь, посмотрите на вашу команду, на ваш продукт, насколько у вас IT с бизнесом тесно связаны, какие есть вопросы, какие есть проблемы, что можно улучшить. В этом, собственно, и была цель моего выступления. Ну и напоследок совет вам такой. Но это не значит, что прям вот буквально найдите Рената все-таки. Это значит, что когда вы будете внедрять изменения, это будет сложно, это будет больно. Любой, кто хоть раз пытался внедрить какие-то изменения, понимает, насколько это тяжелый процесс. И когда у вас есть союзник, единомышленник, человек близкой системы ценностей, системы координат, внедрение изменений идет гораздо-гораздо легче. Поэтому найдите своего Рената. Его могут звать не обязательно Ренат. Могут звать Катя, Валера, Леша, как угодно. Но вот этот человек будет проводником ваших изменений в мир бизнеса. Вы вот начнете это сближение. А у меня все. Большое спасибо. Да, Дима, спасибо большое. Тогда у нас есть больше времени на вопросы из зала. За лучший вопрос будет небольшой презент. Тогда сейчас к вам кто-нибудь подойдет с микрофоном. Родион. Добрый день. Михаил меня зовут. Вопросик про то, как вы собираетесь. Квартальные планы, да? Кто у вас участвует в этом? По направлениям, по подразделениям. Понятно, от разработки, от бизнеса. Но вот от бизнеса кого вы привлекаете все-таки? Можно подробнее? А, понял. Так, у нас не будет микрофон конфликтовать, если одновременно я буду. Смотри, привлекаем всех. На квартальные планирования вещь важная. То есть сначала мы начинаем вот с этой нашей стратегии. Как они проходят сейчас? Мы начинаем с этой стратегии, смотрим наши цели по точкам, по выручке, где мы сейчас идем с опережением, с отставанием. Приходит маркетинг, приходит бизнес-девелопмент, приходит продуктовый маркетинг, это те, которые новинки в календаре планируют. IT, причем IT как бы и мобильная команда, и команда, которая занимается там сайтом, бэкэндом, сайтом плюс бэкэндом. Ну, в принципе, вот все. Кажется, нас немного, 17 человек пока, и мы можем себе позволить все вместе приходить. Проходит где-то, оно… Сейчас занимает порядка часа это мероприятие, потому что уже достаточно все устаканено, все понимают. Так вот, в третьем квартале оно занимало там два с половиной, и мы не договорились в итоге. Пришлось как бы все, hard stop встречи делать. Сейчас уже попроще. Спасибо. Здравствуйте. Никита. Вопрос такой, не получается ли из-за вот такого тесного сотрудничества, да, из-за того, что разработчики постоянно видят проблемы, текущие у пользователей. То есть, ну, с одной стороны, понятно, что это хорошо, с другой стороны, получается ли из-за этого слишком такого большого давления на разработчиков в плане того, что они могут не поспевать, допустим, закрывать тех долг, да, то есть какие-то такие вещи слишком быстро реализовывать, пытаться помыть. Ну, вот такой вопрос. Слушай, очень хороший вопрос. Смотри, короткий ответ нет, не получается, но есть нюансы. На самом деле, ну, у нас в компании принята, ну, вот эта атмосфера и правила тотальной открытости. Поэтому лучше, чтобы разработчики знали напрямую от бизнеса, там, не я им приду, что-то расскажу, не откуда-то там, как бы, как знаешь, там шутка есть. Лучше от нас, чем там на улице узнает. Вот. Узнать лучше от нас и вместе подумать, какие-то решения есть. И бизнес же тоже там не упыри сидят, как оказалось. Там тоже люди, которые делают свою работу, мы можем им помочь что-то сделать. На тех долг мы времени не экономим. Мы с этим очень больно огребли в апреле 2017 года. Как раз примерно, когда я пришел в компанию, мы очень там сильно падали, не держали нагрузку, и мы поняли, что на этом экономить точно нельзя. А поскольку продуктованер, привет, из IT сам, то я понимаю необходимость и важность. Даже скорее так, мы на это время не экономим. И тут разработчики даже задают вопрос, не слишком ли мы иногда много времени тратим на технический долг, мы тут стараемся искать баланс. Баланс – это второе ключевое слово в нашей компании после открытости. Здесь важно, чтобы и бизнес тоже понимал, в чем бизнес-ценность, там, не знаю, плагин и архитектуры кассы. Мы объясняем, что, ребята, мы хотим отдать разработку касс партнерам, чтобы они могли там внешний вид чека в странах модифицировать под себя. Для этого нам нужно сделать вот это, вот это, вот это. Работу займут в среднем 3-3,5 месяца. Поскольку задача большая, вы понимаете, что срок может поехать, 3,5 может легко превратиться в 5. Мы ее, конечно же, декомпозируем, релизим частями, показываем, собираем обратную связь. Но вот большой вот этот вот, большущий эпик, вот он будет примерно тогда готов. И за счет того, что мы говорим, и открыто это показываем каждые две недели, вот формируется вот это доверие. Так что тут скорее не давление, а тут скорее есть доверие и желание не подвести партнера по команде. А у меня вопрос, можно? Можно? Спасибо большое за доклад. Все, что сказал, очень сильно откликается. То есть для того, чтобы пойти компания перформила классно, нужно уметь коммуницировать конструктивно, постоянно желательно ртом, и из разных, ну, все заинтересованные, да, действительно должно быть открытое планирование, понимание, к чему мы идем, почему, почему я молодец или нет. Делаем точно так же. Именно поэтому, наверное, одна из немногих компаний, которые, честно, в прошлом августе сказали, что для нас работать в офисе все вместе – это ценность, потому что именно это мы от этого даем качество и скорость. Тогда на нас многие показывали пальцем, говорили фу-фу-фу, да, но мы там, например, с августа реально хреначим всей компанией в офисе. Как у вас? Ты вот рассказал, как вы много общаетесь. А, ну все, то есть это было у вас в формате ремонт, и вам удалось эту коммуникацию выдержать по перформингу, или все-таки вы точно так же вышли в офис? Расскажи, подсвети эту штуку. Вопрос. Мы вышли, и тут мы ближе к вам, но у нас есть, значит, бизнес-девелопер один, он в Украине находится, он по физическим причинам не может, да, то есть, но большая часть, как бы парадокс компании в том, что компания, команда международного мастер-франчайзинга, она колоссированная в Москве, собранная, вот, и, ну, несмотря на это, мы вот эффективно работаем. Мы все понимаем ценность от того, что мы работаем в офисе. Да, был период, когда мы разъехались, там, по домам работали, но мне было очень некомфортно. У меня вот ребенок маленький дома, мне тяжело работать дома. Но я в офис хожу не из-за этого. Вот это все невербальное общение, которое не происходит во всяких зумах, гугл метах и прочих вещах, вот эта магия теряется. Ты не видишь эмоции у человека, не видишь реакцию, не видишь, он там глазами принимает, что ты говоришь, или он просто не принимает. Поэтому даже когда у нас удаленные встречи, мы всегда включаем камеры. Вот. Там, неважно, ты там, с собакой, с ребенком, это, ну, включи камеру, ничего страшного нет в этом. А так, преимущественно, сейчас у нас такой гибридный режим, но мы почему-то всех тянет в офис. Причем, интересный момент, мы никого не заставляли. Вот, они сами хотят приходить. Я вот всегда в офис приходил. Да. Дмитрий, большое спасибо за доклад. Действительно, очень отвлекается, присоединюсь к предыдущему человеку. У меня немного не слопается одна картина. Мы, на самом деле, подобным образом выстраиваем коммуникацию с бизнесом. У нас есть, ну, там, скрам над скрамом, где собираются представители разных направлений. Мы вместе планируемся. У меня немного не схлопнулось. Вот, все-таки, вот, по первому вопросу, кого вы приглашаете? Потому что ты проговорил вначале, что у вас 150 членов команды. Здесь 17 фигурируют цифры. То есть, это руководители подразделений, если в бизнесе, из IT, это кто? Team Lead, Product, Project. Вот, кто эти люди, да? Слушай, понял. Смотри, 150 – это всего в Dota Engineering. Продуктов у нас там порядка 10 штук. То есть, и бизнес-юнитов там порядка тоже 7 или 8. Вот. В бизнес-юните международный мастер-франчайзинг всего 17 человек. Я вот рассказывал, как бы, вот общая картина в этот бизнес-юнит. Поэтому не 150, 150 – это всего, это и поддержка, и инженеры, инфраструктуры, и команды, которые ресторан занимаются, команды, которые доставкой занимаются. А вот IMF, международный мастер-франчайзинг, там вот 17 человек. Они все ходят на командные встречи. Ну, более того, там все общие командные встречи, они открыты. Если кто-то еще хочет присоединиться, например, коллеги из региона Евразии, хотят прийти, посмотреть, пожалуйста, ради бога. Вот. Вот эти 17 костяк, в принципе, да. И, возможно, когда нас станет больше, мы будем думать, как там более эффективно это организовывать. Но пока вот проблемы, что слишком много людей, там некому высказаться нет. Вот спринтервью мы там 45 минут укладываемся раз в 2 недели, и нормально. Причем мы там тот же спринтервью сделали сейчас ведущими. Каждый ведущий добровольно. Кто-то может из IT провести, кто-то из бизнеса. Дешборды-то общие. Подсвечивают основные моменты, основные показатели. Мы на них смотрим. Дальше IT показывает, что оно сделало. Дальше мы обсуждаем бэклоги, планы, что как меняется. Вот. Так что, надеюсь, ответил. Пока вся команда. Пока вся, да. Пока вся, да. 17 человек. Можем пока. Дмитрий, спасибо за доклад. Меня зовут Андрей. Вопрос следующий. Как вы все-таки решаете языковой барьер? Остался ли он у вас проблемой? Я под языковым барьером понимаю тот момент, что у вас наверняка есть какие-то в команде участники не из России. Вот. И языковой барьер между IT и бизнесом. Есть ли у вас какие-то там, не знаю, словарь терминов или что-то еще, что помогает вам находить точки и не превращаться в Вавилонскую башню в ваших обсуждениях? Спасибо. Понял, хороший вопрос. Ну да, действительно, партнеры в Нигерии, они не говорят по-русски. Так получилось, не научились еще. Ну пока, да. В части стран, допустим, в Эстонии, в Литве, это бывшие выходцы из России, они говорят по-русски. Значит, ну тут два момента. Вовне команды, внутри команды. Ты, по-моему, про внутри команды спрашивал. Внутри команды такой проблемы нет. Опять же, какой-то такой термин глоссарий есть. Причем мы его как-то не фиксируем, он просто вот, он есть. Мы вот в Notion, в нашей стратегии, вот выдержку из которой я показывал, у нас там есть внизу блок там Q&A называется там. И вот мы написали, что формат, под форматом мы понимаем вот это. Концепция, под концепцией мы понимаем вот это. И что мы делаем? Когда на наших вот этих встречах возникают споры, а что вы понимаете под форматом или под концепцией? А концепция шире, чем формат. Ну у нас есть разные там семейные пиццерии, городская пиццерия, там пиццерия New Level и так далее. Вот, когда вот разногласия возникают, мы это фиксируем. Говорим себе, хорошо, давайте вот формат, это будет вот это. Зафиксировали, все приняли это. Концепция, это будет вот это. Вот, больше проблем не возникает. С партнерами, с частью нет языкового барьера, потому что они говорят по-русски. С частью есть, но у нас все в команде по-английски говорят. Разработчики вообще, в принципе, там проблемы такой нет для разработки, потому что там и документацию все на английском читают, и в принципе сейчас такой английский, это как навык, как читать, писать, уметь там, да. Бизнесовая часть тоже все по-английски разговаривают, то есть тут проблем нет. Дмитрий, спасибо за доклад. Меня зовут Алексей, дирижитал спектр, город Пермь. Вопрос у меня следующий. Вот эти вот мероприятия, которые вы внедрили, вот с точки зрения самого процесса разработки, вот процесс разработки, он как-то модифицировался, то есть изменился ли процесс постановки, приемки задач, может туда какие-то мероприятия добавились? Супер, очень хороший вопрос. Блин, будет тяжело выбирать лучший. Да, изменился. Мы стали звать на наши PBR, которые мы перестали называть PBR, мы называем прожарками задач, как по аналогии со стейком, задача well done, может идти готова к разработке. Мы зовем и бизнес, иногда даже партнеров, чтобы исключить вот эти передачные звенья, передачи информации. Чтобы мне не работать передастым, другим менеджерам не работать передастым, если мы делаем какой-нибудь, не знаю, счета для юрлиц в Польше, то мы зовем партнера, все у него выясняем, даем ему задачи, говорим, вот иди с бухгалтером, узнай вот это со своим, значит, здесь созвонись с польским налоговым консультантом, узнай вот это, и на эти встречи мы их зовем. В принципе, внутрянка, вот прям конкретно day-to-day работа IT, она не сильно поменялась, но как бы осознанности, просто осмысленности больше стало таких задач. И мы приняли, что вот если непонятно, зачем эта задача, кто стейкхолдеры, и она не прожарена, то мы ее можем не брать в работу. Ну, потому что смысла нет, там 20 раз все переделается, и это будет фрустрация, что сделали не то, что там надо переписать, выкинуть, вот, и на планирование, что важно. Цели спринтов наших мы тоже оглашаем, у нас там в Slack есть общий канал, причем опять же, этот момент я не рассказал, раньше был отдельный канал, там, не знаю, IMF IT и IMF, International Master Franchising у нас так команда называется, Международный Master Franchising, IMF сокращенно. Вот, а сейчас уже ходят мысли, не слить ли мы нам эти два канала в один, ну, просто потому что непонятно, в какой канал какую информацию писать, вот, поэтому цели спринта мы теперь стали писать в канал IMF, это тоже вот сменение, чтобы бизнес понимал максимально прозрачно, чем IT занимается. Потому что IT, как бы внутри команды, IT это самый большой, скажем так, ну, кост-центр его любят называть, я его тут люблю называть центром инвестиций, потому что все-таки за IT будущее. Вот, это тоже поменялось, то есть цели и полагания видят. Ну, наверное, все, остальное тут незначительные изменения. Давайте, чтобы было справедливо, вот отсюда вопрос. У меня два вопроса. Первое, это что стало вот этой финальной точкой, когда вы поняли, что что-то нужно менять, потому что процесс ведь как-то работал, и вы что-то делали, не просто так сидели. И второе, что вы делаете с обещаниями от бизнеса? Ну, то есть я понимаю, что людям, которые работают напрямую с партнерами, очень сложно прийти на встречу и не пообещать все подряд, потому что я иногда тоже так делаю. И как вы стали с этим работать? Откуда вот эти бизнес-люди знают, а что можно обещать, а что обещать нельзя? Потому что они, скорее всего, не могут в моменте оценить сложность задачи и то, чем это обернется. Как вы с этим работаете, как их обучаете, может быть? Два вопроса. Как это могу сказать последнего? Как мы работаем, как мы их обучаем? Очень просто, мы им говорим, не обещайте ничего без IT. И лучше, ну смотри, лучше ничего не пообещать, сказать, я пойду, уточню, мы оценим, сколько это примерно займет, чем пообещать и не сделать. Вот пообещать и не сделать, это подрывает доверие. Когда ты один раз подорвал доверие, второй раз подорвал доверие, третий раз тебе уже никто не поверит. Поэтому мы стараемся вот конкретные обещания с конкретными дедлайнами давать крайне редко. Как правило, так получается у нас, по крайней мере. Я думаю, мы тут не одиноки, что вот реально задач с фиксированным дедлайном, их мало. Ну реально их мало, там Новый год, Рождество, какие-то локальные праздники, под которые нужно успеть что-то сделать. Все остальное, это обычно какие-то, знаете, такие инструменты из темного project management, типа поставить дедлайн на две недели пораньше, чтобы разработчики успели. Вот второй момент, это открытые бэклоги, IT, то есть бизнес может посмотреть, а партнеры спрашивают, будет ли у нас мультиязычный сайт. Мы говорим, да, будет, примерно Q3, Q4. Ну и мы относимся это не как к коммитам, а как к прогнозам. То есть это примерный прогноз, что в начале Q3 мы начнем работать, значит, примерно задача там займет 3-4 месяца, значит, в середине Q4 она будет в каком-то виде. Но поскольку задача большая, доля неопределенности большая, мы в таком вот изменчивом мире живем. И проблем здесь не возникает, партнеры это понимают. И когда ты им честно говоришь, ребят, ну вот по этой задаче мы не знаем, а вот по этой задаче, ну примерно займет две недели, но возьмем мы ее через месяц, значит, где-то через полтора месяца она у вас будет. И сейчас, слава богу, бизнес мы уже отучили коммититься за IT. Они приходят вместе за счет того, что опять же вот к предыдущему вопросу. На планирование они приходят, на прожарки задачи они приходят, контекст у них какой-то есть. Они могут уже не просто там что-то обещать, они могут уже спросить у нас как минимум, либо взять театральную паузу, сказать партнеру, знаете, мне надо уточнить у разработчиков. Вот приходят, уточняют, мы говорим. И обычно еще важно, что где-то эти обещания, где-то эти письма, о чем мы договорились, чтобы потом не было, что вот вы одно обещали, другое. У нас вопросы. Началось Дима Тупин в экспертной задаче. Сейчас сложно, наверное, вопрос. Слушай, вы говорите, сам. Так, наверное, второй вопрос про давление и про техдолг. Вот, как это, отдам карточку туда, спасибо. Но большое спасибо вам за вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!